Ой, простите, это было неприлично. Нет, нет, Марси, не беспокойся, Габи всё знает. Правда? Да, я знаю, что папа поступает неправильно. Любовь моя, я понимаю, что ты чувствуешь. Ты ведь так любишь папу и маму. Да, я до сих пор не понимаю. Как бы мне хотелось, чтобы это было неправдой. Его видели с ней, Лаурита? Да, так говорят. Мы должны выяснить правду. Да, но я не верю, что папа на такое способен. Он очень хороший. Смотри, что он мне подарил. Красиво. Но, Марси, нам лучше сменить тему. Почему? Ты ведь сказала, что Габи всё знает. Нам лучше подождать, пока появятся доказательства. А пока не надо огорчать Габи. Да, дорогая, прости. Я не хочу, чтобы со мной обращались, как с маленькой девочкой. Мне 12 лет, и я не дура. Послушай, чтобы ты знала, что я считаю тебя не маленькой девочкой, а умной женщиной, обещаю, что помогу тебе. А как ты можешь мне помочь? Ну, у меня много знакомых, и я собираюсь выяснить правду о твоём папе. С кем у него роман? Кто она? Я даже могу узнать её имя. Хорошо? Слушай, Лала, хватит пить. Пора домой. Нет, нет, я только начал. Ангелита, принеси мне ещё. Уже. Вот, Лала. Давай за один раз. До дна. Хватит, Руденсио. Не видишь, он и так пьян. Этот парень не умеет пить. Пьянеет от одного запаха виски. Ты прав, брат. Он выпил только четыре. Не четыре, больше десяти. Я никогда его не видел раньше в таком состоянии. Хорошо, что мамы нет. А то она выгнала бы вас отсюда. Да, но она вот-вот вернётся, так что хватит сидеть. Пойдём отсюда. Нет, Мигелон, нет, я остаюсь здесь. Это только начало. Ангелита ещё одну. Моника, тебе нравятся занавески? Сейчас подумаю. Это ужасно. Что за безвкусица? Ты их купила? Выкинула деньги на такую ерунду. Эти дешёвые цветы. Ужас. Безвкусица. Бабушка, я всего лишь хотела, чтобы дом выглядел немного лучше, потому что сегодня придёт Алехандро. Ты забыла? Понятно. И ты даже не угостишь его шампанским. Нам нечего отмечать. Он просто придёт поговорить. Это ещё не означает, что я разрешу вам встречаться. Здравствуй, любовь моя. Пришёл твой жених. Я так рад тебя видеть. Проходи. Как красиво. Это для твоей бабушки. Иди сюда. Пошли. Бабушка, это Алехандро. Сеньора, мне очень приятно. Рад с вами познакомиться. Спасибо, я тоже. Он принёс это для тебя. Большое спасибо. Как это мило с вашей стороны. Пожалуйста, присаживайтесь, молодой человек. Спасибо. Мария Эмилия рассказала мне о причине вашего визита. Ну, если она вам уже всё рассказала, то я хотел бы попросить вашего разрешения посещать её чаще. В общем, поэтому я здесь. Да, да, да. Я осведомлена о причине вашего визита. При других обстоятельствах я бы попросила вас не торопиться, чтобы можно было узнать получше, что вы за человек. Но так как я знаю, что вы из достойной семьи, я разрешаю вам встречаться с ней. Итак, вам, как жениху моей внучке, разрешено посещать этот дом. Я буду рада вас видеть. Пожалуйста. Спасибо. Время посещений три раза в неделю. С девяти до одиннадцати. Она больше не позвонит. Всё кончено. Я потерял её. Алло? Что? Чей дом? Нет, синьора, вы ошиблись с номером. Нет, этот человек здесь не живёт. Пожалуйста. Ты ждал звонка? Да, по работе. Очень важный звонок. Ортенсия и Стебен пригласили нас в кино. Прости, я уже сказал, что жду звонка. От моего делового партнёра. Может, в другой раз. Жаль. Это хороший фильм. Ты можешь пойти с ними, дорогая. Так мне будет неинтересно. Ты останешься дома ждать звонка, а мы будем тратить деньги, которые достаются тебе с таким трудом. Любимый, кстати, мне нужны деньги на новый набор посуды. Асунта всё испортила. Она такая рассеянная, не следит за посудой. А та пригорает. Так что, дашь мне деньги? Это была она. А я не смог взять трубку. Зачем Йоланта подошла к телефону? В молодости Агусто дарил мне красивые платья. Я надевала их на концерты и на скачки в Сан-Филиппе. Правда? Вы были женой Аугусто Легия, президента? Нет, нет. Просто они тёзки. Мой муж был прекрасным человеком. Настоящий рыцарь. Да, он был очень хороший человек. Моника. Добрый вечер. Привет. Что с тобой? Тебе не стоило так себя вести? Ты прошла мимо молодого человека, даже не поздоровавшись с ним. Это неприлично. Оставь меня в покое, бабушка. Ты видела, что он мне подарил? Я так рада за Марию и Эмилию. Ей очень повезло. Не понимаю, почему ты не одобряешь их помолвку? Я надеюсь, что Алехандро Агиро женится на ней. Для нас это будет настоящая удача. Кажется, у него хорошее намерение, потому что... Замолчи! Замолчи! Моника! Оставь меня в покое, бабушка. Уходи! Боже, детка! Ты счастлива? Очень. У меня для тебя сюрприз. Что? Сначала закрой глаза. Дай твою руку. Можно. Алехандро! Да, дорогая. Это кольцо для тебя. Тебе нравится? Любимое оно. Великолепно. Столько переживаний за один вечер. Это так чудесно. Так чудесно. Да, любимое. Но я представлю...